Здравствуйте, дорогие друзья! Ну вот это видео в виде исключения я делаю общим, доступным, потому что сейчас в основном видео по продуктам я только на сайт мы ставим, на наш сайт надgar.ru по продуктам, чтобы, так сказать, те, кому это неинтересно, не смотрели. Но, когда открывается какое-то новое направление в продуктах, вот как скоро будет по новому шоколаду, три вида уникального создаёма нашего веганского сыройного шоколада, я расскажу, да, отдельное будет видео. И вот это по соусам. Итак, дорогие друзья, слушайте внимательно, это безумно интересно, особенно, кто знает, пробовал нашу, вот у нас была раньше вот эта вот, как и есть сейчас, ткемали из кизила, сыроедный, естественно, соус. Более 25 ингредиентов там в его составе, специи, хмели-сунели, узко-сунели, которые мы делаем, и другие, только четыре вида перца, например, каенский, чёрный, белый, там и другие применяются приправы, там чеснок и прочее. Вы смотрите, кстати, состав на сайте, кому это будет интересно, конечно. Второй наш соус, который мы давно уже делали, это хренодёрка, и, соответственно, тут чеснок, томаты высочайшего качества, красный, перец сладкий для баланса вкуса каменной гималайской соль. Хрен мы ферментируем около двух лет, ну, больше года в специальных условиях для этого соуса. Теперь, ну, у нас добавилась новая линейка. Это три вида соуса, а два ещё, у меня сейчас их нет, они будут позже. Просто о них потом смотрите в каталоге, где сыроедные соусы разделаны на нашем сайте nadgard.ru. А про эти я вам сейчас расскажу особое внимание. Более того, я попытаюсь сейчас как бы попробовать их и описать ощущения вкусовые, потому что, естественно, это трудно, ну, это передать только можно словами или образами. Вот я постараюсь это сделать, но я сразу вам скажу, это чудесные, уникальные соусы, которые я очень рекомендую вам попробовать. Я даже был вот в одном сыроедном кафе, в Петербурге недавно там был, по делам. Вот приносят блюда, но эти соусы, ну, не умеют делать сыроедные у нас такие ещё, чтобы это было что-то, нечто, потому что для этого нужны не блендеры на кухне, а высокотехнологичное, дорогое оборудование, которое, конечно, у них ни у кого нет. И поэтому я рекомендую с нами вот сотрудничать ещё и тем, у кого есть кафе какие-то веганские, сыроедные, просто здоровое питание, потому что с этими вкусами можно обеспечить блюдо, ну, вот тысячи комбинаций вкусов. Вот я вот ел такую, там взял такой кабачковый спагетти, как бы с этим, значит, такой сыроедный у них, и соус у них есть, вот я говорю, вот пол чайной ложечки вот этого добавить, любого соуса, будет такой вкус, что, как говорится, с ложкой съедят. Ну, и так, давайте приступим. Открывать банки закрытые не буду, я взял дубликаты, которые я вот из своего холодильника, и давайте начнём вот с чего. Вот это кисло-сладкий соус, он с небольшими, там, видите, вот такие перчинки, он достаточно сладкий, но это вот, знаете, я сейчас попробую, попытаюсь объяснить вам. Он очень в меру острый, то есть чуть-чуть, ну, с аджикой не сравнить, чуть-чуть острота отдаёт, но это вот для тех, кто не любит острые, без проблем можно его есть. Но он сладкий, не надо в блюдо добавлять что-то, потому что там виноградный сироп, то есть уже есть, да? Он вязкий, там и сладость, ну, в общем, пять вот этих вкусов, основных все там есть. Он больше сладкий, скажу так. Очень интересный соус. Вот он, кстати, скажу так, да, называется он у нас, только новые названия, только, да, ну, кисло-сладкие так и называются. Давайте другой. Предположим, вот этот. Мы смогли сделать стопроцентную, вот посмотрите, стопроцентную томатный кетчуп. Кетчуп. Консистенция, всё, то есть вязкость, вот такая, как и должна быть, он густой-густой. Соус безумно вкусный, безумно. Он напоминает вот лучший советский кетчуп, который только был когда-то. Даже вкуснее, потому что он такой бальзамический. Аналоги стоят дороже гораздо, они не сыроедные. У нас же, я подчёркиваю ещё раз, всё сыроедное. Сейчас в конце, кстати, объясню, что такое бета-глюканы и почему они в качестве загустителя применяются здесь. В общем, ни один человек, кто бы что он не ел, будь то он веганом, сыроедом или мясоедом, заядлым, который любит колбасу с сосисками, с пельменями, вот дадите этот соус, он скажет, охрененно вкусный. Я по-другому сказать не могу. Любой человек скажет. Но, неужели любому человеку неприятно понимать, что то, что он ест, что ему вкусно и привычно, ещё и полезно при этом. А это полезно. Так, ну и ещё один наш соус. Там внутри такие небольшие кусочки видны перцев разных. Это так называемый лечо. Лечо. Вот я его сейчас попробую и попытаюсь объяснить. Вот он уже, его, вот честно сказать, можно прям взять банку и съесть. Вот эти вот кусочки там прям видны, да? С каким-нибудь, кто сыроед, веган, хлебцами, с чем угодно. Ну а кто ест там и прочую, с хлебом, с чего, с картошкой, ну кто что ест. В салате, вот, как будто, вот ощущение, как будто человек ест самый вкусный приготовленный лечо, вот этот варёный. Но это сырое. Это очень сложная технология, но мы смогли это сделать благодаря специальным мелоджорам, бестемпературным, вакуумным дегидраторам, уничтожение бактерий именно холодом и вакууме, и под давлением. Сохранится это, кто-то спросит, хранится это все соусы от полугода. У нас ещё будет майонез. Да, от полгода в холодильнике. До года, смотря как, ноль год, ну, плюс три, четыре, пять, там, семь, это полгода, пока банку не открыли. Ну, открыли два-три месяца. Значит, соответственно, в тепле больше двух-трёх недель лучше не держать. А перевозка без проблем. Единственное, мороз они не терпят. То есть, чтобы было не менее минус пяти. Но, поскольку мы отправляем в другие города, если зима и такой период холодный, да, на улице, то там жил дур экспедиции в тёплых вагонах, специально всё это делается. Ну, а, так сказать, летом бояться нечего, мы хорошо утепляем, у нас очень хорошая упаковка, ну, а москвичам вообще сказка. Так, будет ещё белый такой майонез. Мы повторили, вот, практически копию майонеза, причём будет двух видов. Вот, о нём мы, наверное, отдельно я сделаю видео, да, но скажу, что это безумно вкусно. Я просто советую это брать. Значит, теперь что я хочу сказать. Два вида ещё будет. Всё. На этом будет линейка соусов у нас. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. По номерам они ещё будут, чтобы проще вам. Первый, это самый исторический, который первый мы сделали. Там, хренадёрка, по-моему, второй, ткемали. Ну, и дальше по номерам. Но они, каждый имеет своё название. Вот, о них я, в принципе, рассказал. И будет два майонеза. Чистый майонез и на майонезной основе. Так. Теперь давайте расскажу, что обещал. Про вот эти бета-глюканы. Внимание, слушайте. Я просто распечатал, чтобы уж более из энциклопедии, из справочников. Это эффективный иммуномоделирующий агент. Вернее, группа агентов, широко используемая в медицинской практике по всему миру. Открытие этой группы натуральных активных веществ с минимумом побочных эффектов, используемых в медицине, с точки зрения современной медицины, очень важно. Эффективность лечения профилактики многих заболеваний бета-глюканами основана на коррекции неустойчивости иммунной системы и неоднократно подтверждена многими экспертными клиническими исследованиями. Бета-глюканы представляют собой семейство полисахаридов, мономеров D-глюкозы, соединенных впоследствии бета-гликозидных связей и отличающихся между собой молекулярной массой, плотностью и трехмерной структурой. Бета-глюкан рекомендован для людей с ослабленным иммунитетом, подтвержденных часто повторяющими инфекционными заболеваниями, аллергиями, ну, веганам, сыроидам это понятно. Итак, бета-глюканы также используются при проступных заболеваниях, вирусах различных, гриппах и так далее. Аллергии, гепатите, болезни лайма, астме, при ослаблении иммунитета и старении, инфекции, различных инфекциях, вот, язвенном колите, болезни крона, ремотойном артрите, рассеянном склерозе, ну, и так далее, и так далее, вплоть при проблемах с увяданием кожи, морщины, раны, ожогов. Язв. Бета-глюкан, как лекарство, медики иногда назначают внутривенно или путем инъекции мышцы, и, кстати, при лечении онкологии даже, и для укрепления иммунной системы при болезнях, при спиде ВИЧ. Бета-глюканы также вводятся внутривенно, вот, чтобы, ну, скажем, предотвратить инфекции у людей после операций, а также подкожно при лечении и уменьшении размера опухоли рака кожи. В пищевой промышленности бета-глюкан используется в качестве очень дорогой пищевой добавки в таких продуктах, как кисели, смузи и так далее, салатных десертов и прочих. Во-первых, бета-глюканы снижают уровень холестерина в крови, предотвращая всасывание холестерина из пищи в желудке, кишечнике. Теперь, они могут выступать в качестве иммуномодулирующих агентов, то есть они вызывают каскад реакций, которые помогают регулировать иммунную систему, что делает их более эффективно. Бета-глюкан стимулирует активность макрофага, это разновидность иммунных клеток, которые захватывают вторгшиеся патогены, ну, антигены вообще, да, и стимулируют другие иммунные клетки. Макрофаги также выделяют цитокины, химические вещества, которые позволяют иммунным клеткам бороться с разными инфекциями. Так, ну, и вот из чего мы это делаем, достаем вот этот бета-глюкан. Кстати, мы его можем, если оптовикам, продавать отдельно, это, ну, можно сказать, прорыв тоже, потому что у нас он натуральный, не тот, ну, я вам скажу, из чего он добывается. У нас из пророщенного органического био-овса. То есть это абсолютно натуральный органический продукт, это продукт, ну, я бы сказал, революционный, то есть полученный именно не синтетически, не какой-то, а натуральный. Поэтому вот эта густая масса, вот эта густота, она за счет как раз бета-глюканов как раз и достигается у нас в соусах. Дорогие друзья, значит, такого уровня и качества соусов и по вкусам, ну, может быть, есть химические, но сами понимаете, но из натуральных нет аналогов. Вот, все идет вот в таких стеклянных баночках с рифлеными торцами, нашими баночками. Итак, их будет 7 видов буквально в ближайшее время. Смотрите на сайт по доступности, какие в наличии на сайте nadgar.ru в разделе по продуктам и по подразделу по соусам сыроедным. Безумно вкусно, рекомендуйте знакомым. Прямо показывайте, какая еда может быть вкусная, даже вот кто усиливать привык к вкусу, но, например, даже салаты любые, с этими соусами, я прям слюну глотываю, будут безумно вкусные и совершенно уникальные просто, да, неповторимые по вкусу. Вот, пожалуй, все. Только лишь скажу, что у нас еще уникальный шоколад мы выпустили в коробке картонной. Отдельно есть это видео, маленькое обращение на сайте nadgar.ru, где я прям показываю, рассказываю. Это конфеты с мягкой внутренней начинкой, куда даже входит три вида лепестков, цветов топинамбура там и другие. Безумно вкусный, как вот когда-то делалось там ротфронтом, и то, так сказать, вот, ну, повторены технологии, вкусы повторены, но принципиально другими технологиями. Вот. Что-то особо интересное буду рассказывать отдельно. А пока, если будет интересно вам что-то по продуктам, просто смотрите на сайте nadgar.ru в каталоге и там выбирайте какие-то виды продуктов. Где-то под некоторым видеоролики есть, которые я специально снимаю только туда, мы в открытый доступ не кладем. Чтобы не раздражать тех людей, которые так ненавидят рекламные видео и почему-то считают, что, видимо, да, что я должен только всю жизнь посвящать съемки каких-то общественных или вот заниматься как в вакууме жить. Вот все, вокруг меня нет, и я должен только что-то обязан кому-то. Я ничего не обязан, а, так сказать, то, что если не нравится, ну, не смотрите, кому это не нравится. Ну, пожалуй, все. Я желаю вам крепкого здоровья. Здоровье зависит от очень многих факторов, но и от питания в том числе. И поэтому, если пища живая, экологически чистая, то есть органическая, здоровая, при этом вкусная, когда человек испытывает моральные удовлетворения от еды, привычные вкусы, которые, конечно, в идеале менять к фруктам. Но пока мы, кто еще не поменял, да, то для этого человека, для этих людей это прекрасная находка. Наши продукты лучшие по качеству. Это особый перфекционизм, это качество выращивания и на всех этапах изготовления. Всем самого хорошего, дорогие друзья. Ждите новых видео. До встречи. Да, совсем забыл, вот убрал уже все опять в холодильнике, а забыл про пасту, она у меня отдельно стояла. Это не соус, конечно, но это мы сделали шоколадную пасту мусс, как бы мусс. Я сейчас покажу, что за консистенция. То есть, вот, ну, вот, скажем, вот такая густая, но из холодильника, так она чуть-чуть, понятно, более текучая. В общем, я вам так скажу, что это безумно нежная консистенция, но она такая дырковатая, неприторно сладкая, то есть, умеренно сладкая. Применение ее, ну, сами понимаете, от, ну, как раньше, начиная, намазывали на какой-нибудь там хлеб, хотя я, конечно, так не рекомендую делать. Как просто с чаем или с водой. Вкусно, безумно. Вот и все. То есть, в таких же банках, просто поскольку она густая, мы ее пасту сделали в тех же банках, в которых делаем соусы. Поэтому шоколадная паста, мусс, имейте в виду, это безумно вкусно. Вкус разный у людей, да, это понятно. Кто-то любит молочный шоколад, наш сыроедный, живой, да, шоколад веганский, но кто-то любит там горький, говорит, я не могу сильно сладкий. Он сладкий, но не сильно. Между горьким, темным и молочным, скажем так, но вот эта вот консистенция особая, протирка вот эта вот нежная, он более такой горьковатый, но передать это нельзя, потому что вкус другой. Это же не такой вкус, как просто шоколад человек ест. В общем, пробуйте, кто любит наш шоколад, я очень советую взять, попробуйте. Вы для себя, для семьи определитесь, насколько он вам вкусен и приятен. Ну, всего хорошего, дорогие друзья. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»!